Приветствую тебя! Меня зовут Атаманова Юлия Владимировна, и я аукционный брокер. Уже более трех лет я занимаюсь рынком электронных торгов. Разработала свой личный курс «Бизнес» на муниципальных торгах, а также я являюсь спикером Национальной ассоциации аукционных брокеров. И сегодня мне хотелось бы вам открыть секреты, а именно после наших вебинаров мне постоянно пишут люди, ими и задают какие-либо вопросы. И сегодня я составила для вас топ-10 часто задаваемых вопросов по муниципальным торгам. Поехали! Первый вопрос. Торги проходят онлайн или офлайн? В муниципальных торгах торги проходят как онлайн, так и офлайн. Онлайн – это когда нам необходимо сидеть за ноутбуком, то есть мы можем работать дома, можем работать в кабинете, нам необходима электронная цифровая подпись. Электронная цифровая подпись выглядит вот так. Офлайн – это когда мы ножками куда-то едем по определенному адресу и там участвуем в торгах. Я надеюсь, я ответила на ваши вопросы, и больше такого вопроса на своем вебинаре и в личных сообщениях я не увижу. Вопрос номер два. Граждане других стран могут участвовать в торгах? Иностранные граждане с видом на жительство могут участвовать в торгах за исключением покупки земли в Московской и Ленинградской области, в городе Санкт-Петербурге, и то эти ограничения всегда прописываются в аукционной документации. Больше никаких ограничений нет. Следующий вопрос. Аренду мы оплачиваем сразу за весь срок. Аренду мы оплачиваем либо ежемесячно, либо ежегодно. Эти условия мы с вами можем изучить в аукционной документации. То есть аренду за весь срок, там независимых 5, 10, 20 лет, нам оплачивать не нужно либо ежемесячно, либо ежегодно. Это условие зависит от организаторов торгов, которые прописывают это в аукционной документации. Следующий вопрос. Почему вы стали заниматься муниципальными торгами? Коллеги, на этот вопрос я отвечаю однозначно, да, то есть у меня другого нету варианта ответа. Я живу в маленьком регионе. В маленьком регионе не очень большой выбор именно торгов. Но я имею в виду, есть торги по банкротству, есть муниципальные, есть арестованная имущество. Если брать конкретно один какой-то рынок, работы очень мало. Поэтому я стала заниматься, изучать муниципальные торги. Я поняла, что это работает. Я на этом заработала какую-то денежку, написала свой курс. И сейчас я открыто вам об этом говорю. И я знаю, как на этом точно заработать минимум 150 тысяч в месяц. Едем дальше. На каких площадках проходят муниципальные торги? Согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 2488-Р, у нас утверждено 6 федеральных площадок, такие как РТС-тендер, такие как НЭП. Сбербанк АСТ. Идем дальше. На своем курсе полностью все площадки мы вам предоставляем. Далее. Есть ли лот с нулевой ценой? Есть ли задаток? По закону лот с нулевой ценой, это называется торги без объявления цены, у нас задаток не прописан. Поэтому он может быть установлен на усмотрение организатора торгов. А может быть задаток действительно 0 рублей. То есть мы выиграем какой-то лот совершенно бесплатно. Идем дальше. Нужна ли регистрация на торги ГОВ? Торги ГОВ – это официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. На сайте торги ГОВ регистрация не нужна. Регистрация там нужна только организаторам торгов, но мы ими не являемся, значит нам это не нужно. Идем дальше. Как складывается начальная цена земельных участков? Начальная цена земельных участков складывается либо от кадастровой стоимости, либо от рыночной стоимости, да, с привлечением отчета оценщика. То есть на усмотрение организатора торгов, еще раз, либо кадастровая стоимость, либо по отчету оценщика. То есть как организатор торгов, да, то есть как уполномоченный орган решит, так оно будет однозначного ответа у меня, на этот вопрос точно нет. То есть либо так, либо так. У меня есть долги перед приставами. Могу ли я заниматься торгами? Коллеги, я вам сразу хочу сказать, независимо от того, есть ли у вас какие-то долги, вы абсолютно спокойно можете заниматься торгами, выкупать имущество как для себя, так и работать как агентом. То есть здесь у вас никаких абсолютно ограничений нет. Следующий вопрос. Сколько нужно, чтобы торги приносили доход? Я говорю вам однозначно минимум 2 месяца. 2 месяца это на обучение. То есть после 2 месяцев обучения, 1-2 часа в день, вам абсолютно этого достаточно для того, чтобы вам торги приносили доход после нашего обучения. То есть я вам даю четкую структуру и вы точно знаете, что вам необходимо сделать, как сделать, чтобы вам торги начали приносить доход. Но 1-2 часа в неделю, это день, который вы должны тратить и который вы должны работать. Не получится так, что вы пришли, там 5 минут что-то поделали и на этом заработали 100 тысяч. Нет, такого не будет. Это бизнес и здесь нужно также поработать. На этом, коллеги, топ-10 наших вопросов закончился. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете писать мне на ютубе, можете писать вконтакте, либо в инстаграме. Я с удовольствием на них отвечу и по возможности сделаю видео для вас обращения. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Всем пока-пока.